Катание по правилах. Крыстальники транспорту на электричном приводе повинны ведать, як рухаться у городских умовах. З минулого года приняты нормативные документы, які регулируют выкрыстание модных гаджетов. А кроме электросамокатов, до их относятся электроскутеры, гироскутеры, сегвеи и иншие. По-перше, керовать электротранспортом не дозволяется особам молодейшим за 14 годов. Однако, гэтае потребование не працюе у пешеходной и жилой зонах. Правилы дорожного руху докладно вызначают и худкость, за якой можно перемещаться. По велосипедной дорожце, а при ее отсутности – по тротуары. Пешеходные дорожце альбо обочине не худшеек 25 км за годину. Важное удокладнение – забраняется перешкоджать рухаться пешеходам и иншим удельникам руху. К средствам персональной мобильности относятся такие приспособления, как электросамокаты, сегвеи, моноколесо и так далее. Необходимо обратить внимание на их техническое состояние. Они должны быть исправны, иметь исправную тормозную систему, исправное рулевое управление в обязательном порядке. Далее, такие приспособления необходимо использовать исключительно на велодорожке. При отсутствии велодорожки – это либо пешеходная дорожка, либо тротуар, либо обочина. Эксплуатировать такое приспособление по проезжей части строго запрещается. Так само новый сезон открыли уладальники мототранспорту. По статистике, основные причины ДТЗ с их уделом – порушение худкостных режимов, невыкористание мотошлемов, резкое маневрование. Немного, але есть выпадки кирования двухколовым транспортом у нецвярозом стане. Профилактика – эффективная мира, попереджение трагичных здареньев. По 9 мая в Беларуси проходит республиканская акция «Моторух без порушений». Поважливые относины на дорогах один до одного – залог безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова